Доброго времени, дорогие любители домашней экзотической флоры! Вас приветствует студия Терра Хейлинг. Я Елена Сухорокова. Яркий представитель многочисленного рода вечно зелёных травянистых многолетников семейства спаржевых, элегантный красавец, Сенсибера, Конга, Майсон. В моей коллекции роскошный экземпляр появился зимой 2018 года. Прошёл карантин и период адаптации. И вот наступил счастливый день, когда вместе с вами мы организуем для него новый горшок с полной заменой старого субстрата. А для этого извлечём растение из горшка, предварительно подсушив субстрат в течение нескольких суток. Как вы успели заметить, корневая система растений выглядит здоровой, без признаков гнили и поражений, что безусловно характеризуется правильностью ухода. Сенсибера, Майсон, с необыкновенной формой листовой пластины, полусуккулентное растение. Этот прекрасный, массивный, широкий, тёмно-зелёный лист имеет произвольной формы светло-зелёные пятна и характерно выраженную фиолетовую ленту и фиолетовые прожилки по всей ширине листа. Старый субстрат, целиком состоящий из кокосовой щепы, довольно плотно слежался. В мои планы входит перевести сансу в чистую гравийку с добавлением циолита. А это значит, что время просыхания между поливами гравия и кокоса будут различными. Я приняла решение удалить старый кокос с корней при помощи замачивания в воде с цирконом. Пожалуй, это самый безопасный способ смягчить стресс от пересадки и избавить растения от старого субстрата. Санса вполне себе способна обходиться без корней, прекрасно перенося период засухи, концентрируя запас воды в кожистых крупных листьях. Освободив растения от старого кокоса, мы можем наблюдать в листа небольшой хлороз, вызванной недостатком света. Забегая немного вперёд, скажу, лист восстановит свой цвет следующие 2 недели после пересадки. Приятной комнатной температурой вода обратно в осмос с добавлением циркона поспособствует скорому наращиванию корневой массы. И хорошо напитал и сам лист. Вот почему мы не станем поливать свежепересаженные растения в течение недели. Обратимся непосредственно к субстрату. Для пересадки мы используем широкий и объёмный пластиковый горшок. Наша санса – высокое и крупное растение. По мере взросления в горшке хватит места для образования новых деток. Фактурный горшок почти наполовину заполнен керамзитом. Он позволяет создать хорошую подушку аэрации. Новый субстрат состоит всего из двух компонентов. Калиброванного гравия, промытого и подвергнутого термической обработке, и минерала циолита в пропорциях 5 к 1. То есть на 5 частей гравия добавляем одну часть циолита. Получается дороговато. Но, на мой взгляд, такое величественное растение достойно хороших условий содержания, а гравийка создает дополнительный декоративный эффект. По моим наблюдениям, Сенсивьера Майсон предпочитает яркий, но не прямой свет, без попадания солнечных лучей. На прямом солнце лист утрачивает фиолетовые прошилки и декоративные пятна. Это очень печально. Санца хорошо переносит сухой воздух зимнего отопления и низкий уровень освещения. Раз в 10 дней я вношу органические минеральные удобрения и чередую их внесения между собой. Благо, циолит хорошо сохраняет удобрения в субстрате. Обязательно сохраняйте великолепный восковый серебристый налет по всей ширине листа, лишь слегка протирая пыль микрофибровой салфеткой. И как вы сами можете убедиться, уход за растением минимален, что делает его особенно привлекательным для домашней коллекции. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайк!